Перекись водорода для орхидеи настоящий эликсир жизненных сил и биологическая защита растений. Но многие остаются еще скептиками в отношении использования перекиси. Давайте я сегодня развею все ваши сомнения. Конечно же, помимо того, что я снимаюсь, стараюсь каждый день, и мои результаты, если так говорят, сами за себя, я еще хочу поговорить о необоснованных каких-то моментах нападения на перекись. Первый момент касается того, что перекись настолько быстро распадается на водород и кислород, что это абсолютно потом никак не может благополучно положительно сказаться на реанимации растений. То есть тем самым, что снабдить корни кислородом они просто не успевают. Так вот, это неправда. Даже не надо быть каким-то химиком или получать специальное образование для того, чтобы узнать формулу перекиси водорода. Это H2O2. То есть все мы заметили, что она отличается на один атом кислорода. То есть больше на один атом кислорода. Что это нам дает для понимания вопроса? Это, напротив, подтверждает мой долг к тому, что перекись снабдит корни орхидеи и улучшит аэрацию, циркуляцию потока воздуха в почве. Как это объясняется? Если вы углубитесь в химическую информацию, то вы найдете с легкостью, без труда о том, что H2O2 действительно очень она неустойчивая молекула, которая потом будет распадаться на молекулы воды и безумно активный, самый активный ион кислорода в атомарной форме. Что это может дать нам понять? Потом этот же атом, как я сказала, в специфической, особенной атомарной форме, попадая в почву, он может пойти двумя путями. Первый из которых соединится с другим атомом кислорода. И уже мы получаем устойчивую форму молекулы кислорода, что говорит нам о том, что она сработает. То есть все не улетучится, все не спадет на нет сразу же при внесении. Все будет продолжать действовать еще и как. Или же она может соединиться с атомом органики, который будет разлагаться и окислять. И тем самым потом обеззараживать грунт. То есть у нас получается несколько вариантов внесения в перекись ее воздействия. Как обеззараживание почвы, антисептическое действие, бактерицидное, фунгицидное. То есть биологическая защита растений, если мы будем простым языком. Или же это все-таки остается цель снабжения кислородом, корневую систему, которая в целом потом по сосудистой системе, по целому механизму работы будет полностью насыщать растение целиком. Также для общего понимания вы должны запомнить, что действительно кислород этот будет молекулярным. И именно такой кислород полностью совместим с организмом растений и полностью им будет синтезироваться. Вот почему такие результаты вы можете наблюдать именно на экране. Мы по праву можем назвать такое применение перекиси водорода для орхидей контактным доступом кислорода. Это по праву локальное снабжение корневой системы кислородным коктейлем. Многие отреагировали на термин кислородный коктейль немножечко так вот с ухмылкой, полагаясь, ссылаясь на то, что там не будет никакого кислорода, потому что всё-таки растения питаются, наоборот, углекислым газом. И, мол, кислород не нужен растениям так, как, например, сравнимо с человеком. На самом деле эта информация показывает сразу уровень знаний того писателя, который пишет этот комментарий, потому что на самом деле это полярно противоположная информация. Кислород безумно нужен и самой почве, которая тоже должна обязательно дышать. В противном случае это прямой путь к образованию различнейшей патогенной микрофлоры, в частности грибковым заболеваниям, инфекциям, вирусным поражениям, потому что в таких затклых, таких спрессованных субстратах обязательно появится какая-то пяка. На самом деле, может, на украинских агрохозяйствах как-то об этом и не кричат, как-то это не афишируют использование перекиси водорода, обычного, дешёвого, доступного, простого оптичного 3% раствора. То за рубежом это весьма уже узаконено на законодательном уровне, на уровне государства. Это считается обычной практикой, которая уже была опытным путём, протестирована, уже все она прошла тесты, и, конечно же, это было доказано уже на уровне даже учёными. Был проведён специальный опыт. Я, если вы заинтересованы, могу оставить даже потом ссылочку, там, где я ознакомилась с этой информацией, где был проведён опыт, что был контактный доступ кислорода с помощью использования большой концентрации перекиси водорода было получено 130 литров кислорода в использовании, в выращивании растений метангидропоники. То есть это уже доказано не просто на уровне блогерской какой-то информации, вот, например, если я говорить за себя, мои результаты налицо, но, тем не менее, если вам не хватает какой-то базы научно, то и такая имеется за плечами. Вообще, мы должны понимать, что снабдить корневую систему и улучшить аэросциркуляцию воздуха в почве мы можем простым механическим путём, благодаря рыхлению почвы. Но, конечно же, давайте признаемся друг другу, что делаем мы это нечасто, особенно если коллекция велика, то каждый раз, как минимум, ходить и ворошить кусочки коры, а как максимум, каждый раз вспучивать моксфактум, который мульчирует слой верхний, мы тоже иногда не в силах, потому что действительно это большой объём работ. Поэтому нам нужно понимать, что должны у нас быть под рукой какие-то ещё и химические помощники, которые помогут нам помочь реализовать основную задачу снабжения корневой кислородом. Зачем вообще сильно нужен кислород? Помимо того, что, как минимум, это эпифиты, корни которых участвуют и влияют на процессы фотосинтеза, они тоже обязательно окрашены в зелёный цвет, потому что они могут быть участниками этого жизненно важного участия растения в процессе фотосинтеза. Так вот, нам необходимо понимать одну простую истину. Кислород, он помогает тем растениям, вот так называемым утопленникам, которые или когда-то по какой-то неизвестной причине потерялись корневой системы, или вы просто их постоянно, что называется, сильно перепаиваете. Такие растения, конечно же, они стоят на пути к прямому реанимации. Вообще, если мы будем опускаться в терминологию, то мы поймём, что в наших корневых системах большое влияние имеют сам субстрат. Потом корни и жидкость или кислород. Жидкость и кислород, они между собой будут конкурировать за то, чтобы попасть в грунт и принять в нём участие. Жидкость имеет привилегии, то есть она немножечко в этом плане, если будет, например, больше будет залив, то кислорода поступит уже после перерасходования влаги. То есть он немножечко в этом плане будет отставать. Так вот, такая борьба и называется конфликт фаз. Фаза твёрдая – это частички нашего субстрата. Фаза жидкая – это жидкость и растворённые в ней вещества. А ещё есть, как я сказала, воздух, кислород, то есть фаза газообразная. Так вот, если жидкой и твёрдой фазы будут предостатки, то газообразная будет отставать. От этого у корней начнётся, что называется, гипоксия. То есть они будут задыхаться. И при этом кислород не сможет проникнуть, потому что, как я говорю, он отстаёт в силу такого химического факта, как плотность. И получается кислород третий лишний, который уже не сможет поступить и вовремя помочь растениям не задохнуться. И это, конечно же, будет потом провоцировать обязательное гниение полностью и лишение всех частей вегетативных корневой системы. Потому что наши орхидейки, они обязательно должны дышать. Они могут полноценно существовать даже вовсе, без использования частичек компонентов субстрата. Нам обязательно необходимо иметь это в виду. И, кстати, если вы не знали, такой кислородный коктейль и его пролонгированный эффект сохраняются не сразу после внесения препарата в почву, а даже на протяжении от 3 до 4 дней. То есть вы можете понимать, что такие коктейли, они будут еще каждый день снабжать и помогать вашим растениям справляться с каким-то избытком влаги, помогать корневой системе задышать вновь и вас спрянуть. А также, конечно же, это стимулирующее действие, то есть будут помогать растениям пустить, зародить новые клетки уже свежих корней. На сегодняшний день существует различная линейка концентрации перекиси водорода, начиная от обычной аптечной 3%, которую я всегда применяю и советую придерживаться и вам такой концентрации 3%. Существует много-много разных шагов, как 5%, 10%, 15%, 20%, 25% и далее. То есть такие уже проценты, конечно же, это масштабные для больших хозяйств. Это уже, как говорится, нас не касается. Наше дело 3% перекиси водорода из расчета 1 столовая ложка на 1 литр воды. Периодичное снесение, в принципе, без ограничений, можно хоть каждый полив использовать. Это не будет сильно, знаете, делать почву такой вот хирургически чистой и полное антисептическое воздействие, чтобы оно сильно обеззаразило почву и лишило ее как болезнетворных микроорганизмов, так и полезной флоры. Это не настолько сильно будет, потому что расчет уже с запасом, то есть таким предусмотренным вариантом для того, чтобы растение все-таки осталось с полезной, качественной микрофлорой, которая будет помогать вместе тандемно с кислородом, положительно оказывать влияние.